Уж получилось, что совсем недавно у нас началась война с другим королевством, и теперь мы должны показать всем, кто здесь круче, поэтому будем с вами ужесточенно сражаться в игрушке по названию Army Clash, сами как обычно кристаллы, мы начинаем! Если ты успеешь подписаться и поставить лайк за 5 секунд, то ты будешь спасен и не взорвешься вместе с этой микроволновкой. Поздравляю, у тебя получилось, а мы начинаем! Для того, чтобы показывать, то здесь главное нам потребуется покупать, получается, армию, конкретно... Конкретно мы должны покупать, получается, войска, вот такие вот, поэтому покупаем их, и у нас получается новая карточка. Подъехал этот солдат и первого левела, конкретно добавляются к нам еще здесь они в армию нашу, и также можно будет этих ребят потом вместе скомбинировать, чтобы получить армию более высокого ранга. Ну и также получил дополнительно еще солдат, получается, и теперь можно будет их скомбинировать. Сделаем сейчас с вами отряд трехзвездочного уровня, надеюсь, что он затащит более-менее, и стараемся выбить сейчас идеальную атаку. Это у нас ровно посередине, и поперли, давайте сейчас будем сражаться, и надеюсь, что наши ребята затащат, и будут прямо показывать, кто здесь реально крутой. И, ребята, если данная игрушка вам понравится, хочется продолжения, поддержите лайками, более двух осырей равно продолжению, или что-нибудь подобное в жанре также найду. Самое главное, что вы лайками поддержали, поэтому обязательно лайк поставь. Так, ну и, понятное дело, беру себе еще войска, так что у нас будет еще больше такс, и теперь, думаю, что точно без проблем будем разносить этих ребят, и теперь мы фиолетовые каких-то товарищей будем уничтожать. Но я думаю, что теперь у нас вообще проблем пока что не будет, пока не появились какие-нибудь другие более опасные ребята, которые пока что они будут прям мега мощные. Но я думаю, что мы справимся с вами, и проблем особо у нас не будет, хотя будет довольно-таки долгий, но в целом у нас много ребят вышло, и мы затащили. Сейчас еще множитель очков все нормально выпадет, будет шикарно, но мне все время падает какой-то супер хреновый множитель очков. Кстати, есть еще загадочный контейнер, который можно получить, поэтому давайте попробуем его открыть, возможно, там реально неплохие ребята будут. И новая карточка, это снова стандартные солдаты, видимо, пока у меня не открылись другие ребята, у меня будут все время падать только эти. Окей, значит, надо парочку боев все же нам зачистить, попробуем, и если мы сами, видимо, сейчас задержим еще, допустим, хотя, в принципе, это уже пятый уровень, может, после пятого уровня как раз-таки откроются еще какие-нибудь ребята новые, что было бы очень даже кстати, потому что одни мечники, ну, это как-то скучновато, хотелось бы себе лучников хотя бы как минимум, или еще кого-то из такого жанра, поэтому надеюсь, что сейчас мне как раз дадут. А вот и наконец-таки разблокировался новый тип солдат, кстати, дальше там видно пятнадцатый уровень, и, в общем-то, можно будет примерно догадываться через каждый левел, когда будет открываться следующий левел, но благо у нас будет скоро копейщик, значит, окей. И также у меня теперь армия станет немножечко поубойнее, поэтому наверняка сейчас лучник выпадет, нет, а нет, тут лучник, шикардос, отличненько. Так, мне бы еще одного лучника, сейчас попробую за рекламу посмотреть, может быть, выпадет. Ну вот, получается, теперь у меня и лучники есть, еще и дополнительных мечников получил, поэтому комбинируем вместе вот этих ребят, и сейчас, возможно, у нас будет что-то еще более ультимативное, четырехзвездочная армия простых мечников и также двухзвездочная армия лучников. Окей, сейчас попытаемся выбить идеальную атаку, но идеально не получилось, невероятная, но в целом у нас теперь есть лукари и очень крутые мечники, получается, правда, все напали на наших лучников почему-то сразу, а наши ребята за одним чуваком гоняются. Какого хрена вы делаете, ребята, давайте сражайтесь, конкретно жестко, мощно, кстати, локация поменялась, теперь мы с вами уже с каким-то огромным замком сражаемся, видимо, чем круче будет локация на заднем фоне, тем, видимо, будут эпичнее противники. И еще лучников я получил, давайте в следующий бойт и отправляемся, тэээкс, больше лучников, больше дэмэджа, больше врагов мы с вами уничтожим, хотя у врага армия, смотрю, что гораздо более масштабная, но я думаю, что у нас статы повыше за счет того, что у нас армия четырехзвезд уже получается, они довольно-таки должны быть жирные по хп и довольно-таки мощные по урону, как мне кажется. Скорее бы идти до 15 уровня, чтобы открыть дополнительных копейщиков, получается, нашу армию, было бы очень даже хорошо, так множители очков у нас икс-1, к сожалению, опять же, не получил много. Кстати говоря, есть задание, у нас большое, это, пространство развить получается два раза, еще и 750 можем получить, но при этом также можно 15 бойцов открыть, и у нас тогда будет плюс 5 косарей, звучит довольно-таки неплохо, как по мне. Ну, вообще-то, подтянул нашу армию, получается, теперь у нас все более хорошо станет, по той причине, что мне еще должны будут дать, наконец-таки, те самые 15, ой, точнее, 5 косарей, получается, и мы сами сможем армию неплохо после этого развить. Так, нужно только попасть, было нормально, ну ладно, окей, хорошо, у нас бой пройдет, и надеюсь, что мы все же победим, если я не идеально выбил, но, по идее, армия у меня очень большая, поэтому проблем не должно вообще возникнуть у нас. Так, окей, я вижу, что да, наше количество синего цвета на данной карте преобладает, и это означает, что мы с вами побеждаем, наконец-таки, и скорее нужно уже перейти, игры на 15-й левел, потому что мне хочется открыть уже нового солдата. И, наконец-то, задание выполнить шикарно, кстати, вопрос, если я x3 сделаю бонус, то 5 косарей не увеличатся в x3, мммм? Ну, читерство не прокатило, думал, что можно будет конкретно заработать еще кучу денег, ну ладно, тогда покупаем, получается, еще две клетки, потому что у нас другое задание было, и покупаем также дополнительных солдат у нас, чтобы скорее создать 5-звездочную армию, например, было бы неплохо, если бы такое получилось. Так, еще лучники подъехали, и еще у нас, кто мечники? Лучники, еще мечники, значит, и последний остаток у нас также на лучников пойдет, да? А, я угадал. Так, окей, этих собираем вместе, собираем вместе, и больше мне пока что некого комбинировать, но армия в целом уже огромная, прям получается, так, и давайте попробуем выбить. Невероятно, нет, если ровно еще посередине попасть, можно выбить идеально, и тогда все наши войны очень сильно бустанутся, но попасть ровно в середину довольно-таки сложно, что-то там никак не помечено. А, можно на пиксель промахнуться, и уже будет не идеально получается, но когда-нибудь, может быть, у меня выйдет, и я смогу это дело показать. Так, ну а сейчас я думаю, что дойду до 15-го левела, мы сами откроем еще солдат, я вам же их покажу. Не хватило, кстати, чуть-чуть, чтобы получить еще один бонус, но да ладно, на следующей локации уже, думаю, заработаю как раз эти деньги. А вот и разблокирован новый тип солдат, у нас получается копейщики будут, окей, так, и как раз-то у меня есть деньги за выполнение заданий, возможно, я смогу получить себе копейщика. Как раз-таки, если мне сильно повезет, но пока что мне везет на стандартах юнитов, пожалуйста, дайте мне хоть... Ооо, вот это первый копейщик у нас, значит, нашей армии. Так, и надо еще кого-нибудь с кем-нибудь скомбинировать, что у меня нереально не с кем скомбинировать. Ну ладно, тогда поставим тогда копейщиков спереди, пускай они будут. Вот так вот как-нибудь армию расположим, наверное. Вот так даже лучше будет. Еще одного солдата не хватает, чтобы я сюда кого-нибудь воткнул. Но, наверное, вот так вот сделаю. А, будет, в принципе, неплохо. Так, и давайте попробуем сразиться с нашим врагом, попробуй выбить идеально. Нет, не получается мне идеально, невероятно только получается. И, кстати, у них босс какой-то, смотрите, у них огромный чувак со сковородкой, что ли, или это булава такая странная. Похоже, будто он со сковородкой, но это босс, судя по всему, и нам нужно будет его завалить. Но, думаю, что мы завалим его вообще без проблем, с учет того, сколько у нас солдат и насколько у нас мощная армия, мы вообще никак не могли здесь застряять. Ну, и все ежедневные задания, получается, я уже выполнил, поэтому все деньги у нас отсюда уже пошли в нашу армию. Ну, и теперь у врага, видимо, всегда будут боссы, потому что я стал слишком силен. О, идеально, наконец-таки у меня получилось. Вот они все под бустом, получается, и сразу же просто огромнейшая скорость атаки, огромнейшая скорость передвижения становится. И, короче говоря, у врагов вообще нет шансов, если мы вот так вот бустанемся. Ну, это очень сложно попасть именно в идеальную точку. Но, если под ней уже пойдешь в бой, то будет супер круто. Ну, пока что будем, наверное, сражаться конкретно... Ой, ё-моё, великолепно. Кстати, интересно, если под великолепным будем сражаться, то... Сильно ли я ослабну в этой битве, или же нет, как оно будет? Ну, вроде сражаемся чуть дольше, но не то, чтобы количество синего цвета на карте падало. Пока что только один вот этот здоровяк ходит, его еще почему-то не завалили. Вот теперь завалили, и мы опять же победили. Но, с учетом того, сколько у нас солдат остается, то мы с вами очень мощные пока что для текущего уровня противников. И еще получаем лучников. У меня уже 20-й левел, и я вроде как здесь могу скомбинировать, да, лучников моих? Окей, готово, готово и готово. Четырехзвездочные лукари с серебряными колчанами у нас, получается, появились. И дальше надо еще два козыря, чтобы мы с вами купили следующий тип солдат. То до этого я за рекламу смотрел. Вот не получилось, кстати говоря, в мне в идеально. Но 20-й уровень, кстати говоря, у нас идет. И вроде на 20-м или на 25-м должно будет у нас открыться новый солдат. Было бы неплохо, интересно было, кто следующий. Потому что я что-то когда получал копейщика, совсем проморгал, кто у нас будет следующим. Открываться, на каком уровне это будет, ну ладно. Так, и пока что вроде спокойно сражаемся. Лучники новые, кстати, гораздо быстрее, по-моему, стреляют. Скорость атаки у них стала повыше, что, несомненно, круто. Так, Х2 бонус получаем. И давайте-ка еще, наверное, буду установить его Х3. Ну и плюс 2 косаря подъехало, значит. Нового войска не открылось. Значит, на 25-м уровне у нас будет следующий солдат. Так, закупаем себе еще кого-нибудь. Может, копейщик? Нет, опять же, мечник обычный подъехал. Мне его уже... А, нет, есть с кем скомбинировать. Отличненько. Значит, у нас сейчас будет солдат 5-го уровня. Максимальные солдаты золотые стали, которые вращаются почему-то даже, когда... А, не, стоп, они все вращаются. Я что-то не обратил на это внимание. Так, ну, короче говоря, золотые новые солдаты появились. Давайте лучников чуть-чуть назад оставим. Вот так вот, например, сделаем нашу армию, да, пока что. Так, и попробуем напасть. Текс идеально не получ... А, нет, идеально получилось. Нифига себе. Новые солдаты золотые. Правда, теперь их можно легко спутать с врагом. Конкретно нашим желтым. Но думаю, что хп-шка и урон у этих чуваков должно быть просто бешеное тогда. Если они пятизвездочные, в них этих... В этих ребятах целая орда, по идее, вложена. Так что они должны просто фигачить, как бешеные. И ни один из них не должен погибнуть в течение прям реально долгого боя. Так, и победа, понятное дело. За нами. Теперь кажется, будто бы нас целую кучу солдат разнесли. На самом деле мы едва-едва потеряли. В основном, наверное, копейщиков потеряли, потому что они у меня самые непрокаченные. Такс, и давайте тогда на следующий бой. А вот и открылся новый солдат. Это, оказывается, у нас хороший танк. Это у нас воин в броне. Хотя это скорее чувак с топором. Ну да ладно. Дальше он в 29 уровне. Какой-то великан, судя по всему, откроется. Забавно, забавно. Так, покупаем. Может быть, не выпадет он сразу. Нет, не выпал. Выпал обычный мечник, к сожалению. Хотелось получить себе этого нового солдата сразу же. Кстати, какого черта мы сражаемся с какой-то маленькой деревянной крепостью? Если посмотреть, что это такое вообще? Серьезно, ребята? Не хватило денег построить что-нибудь себе более великое. Причем, что армия более сильная. Здесь прям видно, что они прям как хрена, что-то моих лучников. Даже кого-то там завалили, по-моему. Так, ну, потому что в основном мои золотые солдаты сражаются с великанами, с лучниками, со всеми остальными. И лучниками там пытались разобраться со всеми другими ребятами. Но вроде даже у них получилось, потому что никого из врагов не осталось, тех, кто лучника в пенале. И победа снова за нами. Мне хоть раз выпадет x3 бонус в этой игре? Мне, по-моему, в самый раз, в самом-сам-сам начале, когда мы только начали играть, выпал x3 бонус, и больше он вообще не хотел падать. Ребята, если игрушка вам понравилась, то поддержите лайками. Набирается более двух кассерей, то можно будет продолжить поиграть во что-нибудь в подобном жанре. Я могу что-нибудь еще такое найти, поэтому лайками поддержите. Или же, если вы хотите продолжение, то также лайками поддержите. Будет много лайков, и я, возможно, сниму в ближайшее время продолжение. Поэтому лайком поддерживайте, более двух кассерей набрать не сложно, если игрушка вам нравится. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики по самым разным играм. А с вами был, как обычно, Кристалл. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока! Хоть видос и закончился, но ты не унывай, потому что есть еще видосики. И конкретно сейчас они у тебя на экране. Кликай и смотри что-нибудь еще интересное. Колокольчик и подписку не забудь. И лайк тоже. Если хочешь свое имя в титрах и много других бонусов, то у нас можно стать спонсором. Ссылка находится в описании. Или прямо на экране.